Осетины заволновались из-за приезда ингушей общества Россия. 12.54.25 января 2019 года осетины заволновались из-за приезда ингушей. Кадр. Страница Ирона Ирона ВВ. Facebook. Появление десятков ингушей в селе Ирпригородного района Северной Осетии вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Все началось с видео, опубликованного в паблике Осетия В. Facebook. На записи запечатлены и собравшиеся в кабинете мужчины, некоторые из них держат в руках паспорта. Они требовали выдать им земли, заявляли, что этот вопрос был решен на самом высоком уровне. В итоге ушли ни с чем, говорится в подписи к публикации. В. Telegram. Канале главком Ри уточнили, то это была ингушская делегация, приезд которой организовало Министерство по делам национальности Ингушетии. Речь идет о бывших жителях пригородного района, которые покинули свои дома в ходе конфликта в 1992 году. Приехавшие посетили свои земельные участки и домовладения, пообщались с соседями осетинами и, несмотря на все пережитое, и заявили, желание, жить в мире и согласии. Администрация оселения нормально приняла ингушскую делегацию и пообещала содействовать их намерениям, утверждает канал. Информация о появлении в селе Ингушетии вызвала негативную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи подсчитали, что это была организованная акция. Государство компенсировало им сполна. Что им еще? Не землю они хотят, хотят, чтоб была заваруха, предположила одна из пользовательниц. Фейсбук. Им за земли и дома несколько раз выплатили деньги, что им еще надо. Все получили они от этой войны, миллионерами стали, написала другая. Они где предлагают земли взять? Предлагают выселить осетин из домов, а здание снести, чтобы участки передать ингушам. Интересовались другие. Официальных сообщений от властей регионов о приезде делегации не поступало. Минсвязи Чечни Джамбула Тумаров. В эфире радиостанции говорит Москва. Он подчеркнул, что народ Ингушетии имеет право на свои территории, но и осетинскому народу лишнего не надо. Заявление политика опубликовано на его страницу в Instagram. Уверяю вас, никаких территориальных проблем между двумя горскими народами, осетинами и ингушами, не будет, сказал он. До 1944 года восточная часть современного пригородного района Северной Осетии входила в состав Чечена-Ингушской АССР. После депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию эта территория перешла к Северной Осетии. В 1957 году репрессированные народы были реабилитированы. Чечена-Ингушская АССР была восстановлена, однако пригородный район остался в составе Северной Осетии, но в качестве компенсации ЧАСР были переданы три района Ставропольского края по левобережью Терека, населенные преимущественно казаками. После распада СССР Чечня и Ингушетия стали самостоятельными республиками, но последнее требовало возвращения пригородного района. В 1992 году это привело к вооруженным столкновениям с многочисленными жертвами с ингушской и осетинской сторон. Конфликт удалось остановить лишь введением федеральных войск. В 2005 году Назрановский суд Ингушетии восстановил административную границу с Северной Осетией по состоянию на 1944 год. Решением суда в нее был включен и спорный район. Позднее Верховный суд России отменил это решение. В начале 2000-х после расформирования спецпредставительства по вопросам урегулирования об устройствах беженцев из района Осетина-Ингушского конфликта занимались ФМС и полпредства Южного округа. Был сформирован план действий, но обе стороны с ним не согласились. Северная Осетия была недовольна отсутствием гарантий безопасности, а жители Ингушетии возмутило то, что беженцам предлагалось вернуться не в собственные дома, а в специально отстроенные для этого на территории Северной Осетии поселки. В итоге на обустройство беженцев было выделено 1,7 миллиарда рублей. Под государственной помощью, которая предоставлялась вынужденным переселенцам из пригородного района, подразумевалось, в частности, покрытие расходов на переезд, предоставление временного места жительства, а также выделение средств на строительство, восстановление или приобретение жилья. В 2009 году Таймур Асмам Сыров, занимавший пост главы Северной Осетии, и президент Ингушетии Юнус Бек Евкуров подписали соглашение по развитию добрососедских отношений. Его главная цель состояла в полной ликвидации последствий конфликта между регионами. Больше важных новостей в Телеграме, канале Лента Дня. Подписывайтесь.